что замерзли давай мне там где-то ок и на канале тоже ок холодно на улице жопа Ну что, товарищи, я в шоке на сауне. Я долго выбирала по отзывам, оказалось, что 90% отзывов были хорошими, 10% плохие. И что вы думаете? Именно 10% отзывов были правдивыми. Вот бассейн, там вода леденющая, она до такой степени холодная, что туда невозможно зайти, даже Сашка туда не смог зайти. Кстати, написано фонтан, фонтана здесь нет. Ну, собственно, я так понимаю, что должна вода идти вот из этого льва, но ее нет, и как бы включить нам никто не сказал. Никакие круги или еще какие-либо приспособления нам не предложили. А самая вишенка на торте, здесь нет туалета. Да? Туалет находится, надо выйти и пойти через общий коридор, и там будет туалет. Как сказали нам, что этот туалет туда могут ходить только из этой сауны. Ну, какая разница, в любом случае, мне надо идти через общий туалет, и меня это не устраивает. Это минусы. Потом, зато здесь есть два душа. Зачем они нужны, непонятно. Сейчас покажу джакузи. Я тоже была в легком шоке от этого джакузи. Вот, я не знаю, сколько лет саму джакузи, он даже там какие-то черненькие точки непонятные. Ну, это ржавчина, так вот, да? Что касается чистоты. Вот. Что касается, вот, тут точечки. Вот, здесь душ. Вот можно сделать, сделать бы в одном месте туалет. Вот. Здесь там, ну, по-моему, там нормально, а, между прочим, вон, они уже все, замерзлили. Что мне нравится? Стол, камин, стена. Ну, ты кладочку еще не нравится. Я еще расскажу, как они у меня оплату поднимают. Очень хорошо. Скинь мне. Кто розочки любит? Я. Ты. Ага, благодарю. Все. Отлично. Ну, что, небольшой постскриптум нашего похода в сауну. Почему в сауну? Потому что я прошлый день рождения отмечала в сауне. И мне очень понравилось. Но, конечно, эта сауна была другая. Хотя по деньгам то же самое. Это в прошлом году я снимала сауну. Там она одна. Вот это, кстати, плюс. То есть там вход один и одна с сауна. Мы туда зашли где-то в четыре. Ну, в общем, я брала ее на семь часов. И за семь часов, это был понедельник, я отдала, ну, с учетом того, что там за час берутся, там определенный процент, если ты со своим, там лишний человек у нас был, я отдала 10500. Вот мы были со своей едой, со своим алкоголем. Нас было, получается, так, если посчитать, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 человек. Вот. И мне так понравилось. И я думаю, в этот раз бы мы поедем, съездим. Сашка очень хотела тоже отметить день рождения в сауне. Ну, не отметить так, просто типа посидеть. Мы поехали-то я, он и дети, да. Специально выбрали утро, ну, утро с 11 до 3. Ну, то есть на 4 часа, получается, 12, час, 20, да, на 4 часа. Мы заплатили 7000. Такой ужасной сауны. Я, вот, уже не было времени просто никуда ехать. Я отпросила Матвея, Вадик тоже отпросился из, ну, из института. Вот. Во-первых, ну, понятно, что всегда здание неприглядное. Это вообще вопросов нет, это я знаю. Понимаю. Мы когда туда зашли, так, все серьезно. Оплачивать, вам надо оплачивать, заходить именно ровно, чтобы вот прямо было без пяти. Вот прямо без пяти зайдете и вот оплатите. Потому что у вас сразу время пойдет. Я, ну, Сашка говорит, ну, хорошо, мы посидели в машине 20 минут. Вот. Естественно, там никого нет. Вот опять же, в той сауне, в которой мы были до, нас пустили. То есть мы пришли за 20 минут, там никого не было, и нас пустили. Вот. Это для меня уже был звоночек. Потом мы пошли, значит, заходим вот так вот в сауну. Вот мы заходим по прямой. И заходим сразу вправо. И там просто одна комната. А я говорю, Саша, а где все остальное? А он говорит, а вот. То есть надо выйти в коридорчик, который такой длинненький, и зайти в сауну. Я говорю, то есть в комнату я по факту должна через коридорчик общего ходить. Но тут больше никто не ходит. И выходит мужик, там мужик и баба работает. Я говорю, ну, то есть никто не ходит, а мужик вышел. Уже интересная история. Может, я тут голая хожу. И, получается, зашли мы в саму сауну. Я говорю, а где туалет? Туалет тоже оказался в этом общем коридорчике. До него идти там метров, ну, пускай 20. Ну, мне-то все равно, ну, 30. Я говорю, этого никто об этом меня не предупреждал. На сайте об этом нигде не написано. Это очень неудобно. Сашка пошел оплачивать. Я дала ему свою карту. Мы спросили заранее, как можно оплатить. Они нам сказали, разницы никакой нет. Можете оплатить по карте, можете оплатить за наличный расчет. В итоге мы решили оплатить карты. Я дала карту Сашке, по-моему, пошел оплачивать. А вот мы пока, ну, там все разложили. Пришли к выводу, что вообще все не первой свежести глубоко. У них очень были тихо включены. Мы только к середине заметили. Очень тихо были включены батареи. Мы в итоге потом батарею включили посильнее. Хотя бы стало не так холодно. Там холодно. Там холодно. В самой сауне. Что касается бассейна, это был уже наш сюрприз после оплаты. Он приходит, говорит, Юль, говорит, не проходит оплата. Я говорю, сейчас. Ну, я туда тоже вышла. Что-то она там тыркала, тыркала. В итоге с меня списали 7 тысяч. Я говорю, у меня списалась оплата. А мне деньги не пришли. Я говорю, ну, я здесь при чем? А я здесь при чем? Я говорю, ну, вам они могут вернуться. Я говорю, ну, логично. Я говорю, ну, сейчас они пока не вернулись. Покажите, сколько у вас было до и сколько стало. Я говорю, вот интересно, на каком основании я должна вам все показывать, сколько у меня было и сколько у меня стало. Это вообще моя личная, моя личная конфиденциальная информация. Я не обязана вам ее показывать. Что за идиотизм? Ну, в итоге я показала, я говорю, вот у меня списались. Но они могут вернуться. Я говорю, и что? Я говорю, мы будем с вами делать. Слушай, давай я оплачу наличными. Я говорю, нет, ты можешь оплатить наличными. Но только и эти деньги останутся. Короче, они нам трепали нервы полчаса. В итоге она отменяла, отменяла операцию. И деньги мне вернулись Сашка платила за нал Прошло 35 минут нашего времени Я думаю, ну, наверное, у них есть совесть И они нам на 35 минут Это не моя вина У них плохо работает терминал Причем здесь я И мы пришли Ледянущий бассейн Это не бассейн, это купель Это реальная купель Там вот насколько я Купаюсь В мае Могу даже в конце апреля искупаться Вода холоднее Чем вот у нас на песках В Подмосковье в начале мая Но это просто Мы не купались Мы просто приехали посидеть за столом Поесть пиццу Там в джакузи тоже не первой свежести полежал Мы сначала помыли Потом там полежал И время было Без 10-3 К нам постучали и сказали Вы будете продлевать или вы уже уходите Такой осадок Мы потом съездили еще в боулинг на час Поиграли Я уже даже не хотела там ничего не снимать Не фотографировала У меня не было вообще настроения Было на нуле И это такая хамка еще сидит Вот эта вот Она прямо из 90-х сбежавшая С такой вот прической Она так еще грубо разговаривает Я говорю У вас туалет Я говорю Вы даже не предупредили Что вы в туалетном этаже Вообще-то Это общее Я говорю А почему вы ходите Тогда по этому коридору Я говорю Если это наше И мы ее сняли Я говорю Чего вы ходите там В общем ужасная сауна Никому ее не рекомендую Прям чувствуется там Какое-то Все такое ношенное Неприятное Обслуживание ужасное Очень много хороших отзывов Которые есть в интернете Я так понимаю Это липа Или я не знаю Я не знаю В какие места Надо было ходить До этого Чтобы Потом Поставить пятерку Этой сауне Я не знаю Это В Каринте На даче мыться Это лучше Моя любимая сауна Так небольшое отступление Это девятый вал Мы несколько раз Отмечали там Дни рождения Кстати говоря Сашкина И мы отмечали У меня Кума Отмечала день рождения Дочери Там вот так Да там дорого Но там Извините Там во-первых Все чисто Ты там нигде Вообще Какая там ржавчина Ты там не найдешь Ни грязи Ни волос Ничего Там все чисто Там все Там обязательно есть Или Аэро Аэрохоккей Или там Бильяр Боулинг Хотела сказать Бильяр Там очень теплая вода Там очень классно Ну конечно Дорого стало Если раньше Это было более-менее Сейчас это очень дорого В общем Я сразу передумала Своей день рождения Отмечать сауне Я не хочу за свои деньги Вот так вот нервничать Трепать себе Нерв последний Вот Поэтому еще раз повторюсь Никому не рекомендую Лучше найти даже Хотя за такие же деньги Можно найти лучше А лучше найти подороже Я бы вообще В идеале Сняла бы Конечно Просто народ Был мало Смысла не было Четвером Мы как дебил Мы сюда поехали А так бы я сняла Какой-нибудь коттедж С банькой Сауной Сучки бы сделали Это день рождения Только у меня Оно в декабре По сугробам Хрен дойдешь Жанна Смотрит Так что Всем пока Не надо мне угрожать Хе-хе